Городские очистные канализационные сооружения переживают масштабную реконструкцию. На строительной площадке новой станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод работа в разгаре. Ультрафиолетовая обработка – это более экологичный способ очистки. При этом она позволяет уничтожить все известные бактерии. Ультрафиолет решает самую главную задачу – это уход от очистки хлором. И, соответственно, сейчас при сбросе в Волгу мы все-таки делаем доочистку хлором. А после реконструкции мы хлораторные закрываем, консервируем, и вода в Волгу будет уходить только после ультрафиолета. Строительство станции идет по федеральной программе «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», одна из задач которого – сократить техногенное воздействие на акваторию. Ход работ по строительству станции проверили депутаты профильного комитета Губернской думы. Оборудование все закуплено, сейчас начинается уже именно возведение самого конструкции, где это будет установлено. Я считаю, что все в срок будет сделано, но в любом случае мы к этому вопросу вернемся, проконтролируем, когда это будет запущено. Губернатор поставил задачу перед депутатами Губернской думы контролировать нацпроекты, которые реализуются на территории нашей области. И мы на ближайшем комитете рассмотрим, в том числе, как реализуется проект. Также на выездном совещании депутаты Губернской думы и руководство РКС «Самара» обсудили проблему неочищенных промышленных стоков, которые предприятия сбрасывают в канализацию, что сильно вредит всей системе очистки стоков. К этому вопросу депутаты и ресурсники вернутся на заседании профильного комитета в ближайшее время. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События.